Состав и особенности применения рисовой шелухи Добавить комментарий Ваш комментарий Популярные разделы цветы розы актуальны Зимой популярные статьи Поиск по сайту найти, что такое рисовая шелуха и откуда она берется Рисовая шелуха – это оболочка рисового зерна Она защищает ядро от вредителей После переработки рисовых злаков в крупу остаются отходы – солома, отруби и цветковая чешуя, шелуха Массовая доля рисовой шелухи составляет до 20% из 30% от общей доли всех отходов Состав и характеристики рисовой лузги Шелуха риса содержит воду, сырое волокно, белок, целлюлозу, пентозаны, лигнин, экстракт, растворимый в эфире, витамины, минеральную залу, которая на 90-97% состоит из диоксида кремния – САО-2 Основные характеристики рисовой шелухи тяжело воспламеняется и не горит, если не продувается воздухом, устойчиво к воздействию Влаги и грибков медленно разлагается благодаря высокому содержанию диоксида кремния – громоздкая и пыльная, что затрудняет Ее обработку, при сжигании и содержании золы, от 17 до 26%, что намного выше, чем у дерева – 0,2% и угля – 12,2% – обладает Высокой теплотворной способностью – 3410 ккг, поэтому служит возобновляемым источником энергии Области применения продуктов переработки рисовой шелухи Существуют разнообразные методы использования рисовой шелухи Например, в магазинах встречаются топливные брикеты для мангалов, грилей, барбекю, отопительных котлов, каминов и дровяных печей Такое твердое топливо создается на основе рисовой шелухи, обладает хорошей теплоотдачей и низкой зольностью Утилизированная рисовая лузга применяется в области земледелия в качестве удобрения, в металлургии в роли теплоизолирующей Засыпки – в топливной промышленности как материал для достижения высоких уровней выгорания, в химической промышленности При производстве красящих средств, защитных покрытий, абразивных и смазочных материалов, в качестве наполнителя для автомобильных шин Они имеют отличное сцепление с мокрым и сухим асфальтом, сокращают выбросы углекислого газа в атмосферу, уменьшают уровень шума и затраты на топливо При изготовлении бумаги, металлокерамики, искусственной кожи и ПР Таксорбент для очистки воды от нефтяных и масляных загрязнений, при изготовлении тепло- и шумоизоляционных материалов При производстве бетона, имеет невысокую себестоимость и прочнее обычного искусственного строительного материала, в агропромышленности Шелуха, прошедшая обработку высокой температурой и давлением, позволяет заменить привычный грунт и многократно используется для посева одной культуры Из рисовой шелухи получают кремний в чистом виде, который используется в современных технологиях Это гораздо дешевле, чем его извлечение из других источников с более затратными методами обработки В дальнейшей перспективе возможно применение полученного сырья в парфюмерной, металлургической, фармацевтической и электронной промышленностях Рисовая шелуха может применяться при производстве строительных материалов, блоков, плит Ее использование в топливной отрасли позволит сократить выбросы в окружающую среду и внедрить в оборот возобновляемые источники энергии Использование на огороде в качестве удобрения Некоторые дачники используют рисовую шелуху для увеличения урожая на Своем земельном участке, добавляют ее в компост, что поддерживает оптимальный уровень влажности органического удобрения Вносят в тяжелую глинистую почву за счет того, что она долго перегнивает Земля разрыхляется сразу и на долгое время Если делать это регулярно, то почва со временем станет более структурированной, мягкой и плодородной Сжигают шелуху, чтобы получить золу, богатую калием Ее используют для повышения плодородности почвы и для питания растений Применяют при посадке овощей, гороха, томатов, баклажанов, капусты, картофеля, перцев и пер Саженцев плодовых деревьев и кустарников Используют в качестве питательной среды для микроорганизмов при выращивании рассады В таком грунте хорошо укрепляются корнями побеги плодовых и ягодных культур Используют для тепличного культивирования растений, грибов, удобрения цветов Рассыпают рисовую шелуху плотным слоем в 15 см по поверхности земельного участка до посадки растений и поджигают Сделать это непросто, так как шелуха тяжело воспламеняется Образовавшийся пепел заделывают верхние слои почвы с помощью лопаты или граблей Для получения максимального эффекта от рисовой цветковой чешуи не стоит смешивать ее с другими органическими или минеральными удобрениями Рисовая шелуха как мульчи без мульчи сложно вырастить достойный урожай Растения тяжело переносят нехватку влаги, почва быстро пересыхает, а на поверхности образуется плотная корка Мульчи из рисовой лузги решает такие задачи и улучшает химический состав почвы, защищает от сорняков и слизней, предотвращает Потерю влаги, сокращает количество поливов, убирает излишки азота, сохраняет полезные свойства в грунте в течение 3-5 лет Лет, сокращает накопление солей в почве Шелуха риса служит мульчей долгое время, так как сорняки сквозь нее не могут пробиться, а вредители не добираются до корней на зимовку Она распределяется по поверхности земли равномерным слоем Заключение с пользой для человечества применяют не только рисовое зерно, но и переработанную цветковую чешую Огородники используют шелуху в качестве удобрения и мульчи для улучшения структуры почвы Защиты от эрозии и потери влаги Шелуха содержит большое количество диоксида кремния и применяется в разных промышленных отраслях Пока ее потенциал мало используется, но движение в этом направлении считается перспективным Рисовая шелуха теперь уже не мусору, отчетесь видео он YouTube Субтитры создавал DimaTorzok